А что нужно? Что нужно? Идти обратно в детдом? Я хочу к папе, к папе, к братику, на небо! На крыше высотки 14-летняя Света оказалась, спасаясь от кулаков детдомовцев. С ними девочка живет неделю, потеряла семью в автокатастрофе. Спрыгнуть вниз такой выход нашел подросток. Историю Светы юная актриса Елизавета Грунь играла два года назад и полюбила. Теперь на участие в ней пробуются вновь. Заранее потрудилась вжиться в роль. Выезжали за город, и там была такая высота, и мы стояли, просто чтобы почувствовать эту высоту, этаж. На балконе иногда тренировалась, на пятом этаже стояла, не смотрела вообще высоты, боюсь. Когда ты выходишь на сцену, тебя просто начинает трясти, потому что ты представляешь. Решают судьбу героев в духе. Светлая борется за жизнь, темный подталкивает к краю бездны. Стать последним Шамшота из Матова вынудил случай. Пришлось заменить опаздывающего коллегу по цеху. Сам пришел пробоваться на роль смерти. Я уже третий год занимаюсь в этой театральной студии. И у меня в течение трех лет всегда такие добрые персонажи, знаете, такие. И я хотела что-то другое почувствовать, как это играть человека, духа, который вообще никому не шалка. Такого холоднокровного. Безответная любовь, ссоры с родителями, наркотики. За 40 минут спектакля причин свести счеты с жизнью прозвучит немало, но все мелочны. Это должен понять зритель, взрослый и юный. А я хочу, чтобы, глядя на вашу ситуацию, вот половина людей поехали в детский дом. Просто взяли, поехали, собрали вещички и помогли и тем детям. А взрослые люди пошли и взяли себе этого ребенка на воспитание. Понимаете, да? Понять и прочувствовать главную мысль спектакля может каждый. Его покажут 25 ноября на сцене Дома культуры. Оксана Коростеленко, Денис Лугов. Программа «Город».